Приветствую вас на моем канале, дорогие друзья! Еще много нераскрытых тайн хранит далекая-далекая галактика. Многие даже не задумываются, что выдуманная киновселенная Звездных Войн создавалась на основе вполне реальных научных данных. А для примера я хотел бы привести сегодняшнюю теорию. Но точнее говоря, даже не теорию, а найденную мною истину. Для этого вспомним довольно знаменитый мультсериал по событиям легендарной саги, повествующей о периоде между второй и третьей частью фильма «Звездные войны. Войны клонов». Легендарные 212 и 501-й легионы участвовали в одной из сложнейших миссий Войн клонов, а именно битве на планете Умбара, которую неспроста называли «Темной планетой». Своё название она получила за постоянный мрак, царивший на ней. И казалось бы, как возможна жизнь в таких неподходящих для неё условиях? Но на Умбаре она просто кишит разнообразием. Летающие хищные банши, плотоядные растения огромных размеров, а одни разумные обитатели мира теней Умбара ничего стоят. Но как же в таком кромешном мраке могла зародиться столь разнообразная жизнь? Начнём со снова всего – растений, создающих необходимую для других живых существ атмосферу. Растения выделяют кислород в процессе фотосинтеза при участии солнечного света. Но каким же образом в таком тёмном месте он возможен? Сегодня я раскрою для вас эту тайну. С вами, как всегда, я, Андрей, и мы начинаем! Но начнём мы с того, как же растения обеспечивают разнообразие жизни на нашей планете. Кислород, необходимый нам для дыхания, как я уже и сказал, растения выделяют в ходе всеми известного фотосинтеза. Давайте разберёмся в устройстве его механизма. Видимый нами свет является смесью различных спектров фотонного излучения – синего, красного и зелёного. В клетках растений находятся специальные органоиды, дающие растениям возможность фотосинтезировать. Они называются хлоропластами. Именно они придают растению зелёный окрас, а точнее говоря, содержащийся в них белок – хлорофилл, необходимый для фотосинтеза. Почему же мы с вами видим растения зелёными? В процессе фотосинтеза растения поглощают синий спектр излучения из-за его высокой энергоэффективности и фотоны красного – из-за их доступности, так как Солнце наше в основном их излучает. А тот самый зелёный спектр растения не поглощают из-за его низкой доступности и малой энергоэффективности. Соответственно, он отражается от них и попадает на сетчатку нашего глаза. Именно поэтому мы и видим растения зелёными. Но в других условиях растения для нас могли бы выглядеть и совершенно иначе. Да-да, вы не ослышались. Например, если звезда будет ближе к планете, на которой они произрастают, излучения будет слишком много. Растения будут поглощать более слабые спектры – красный и зелёный, а синий – отражать. Именно он и будет попадать на сетчатку нашего глаза. Соответственно, мы будем видеть растения синими. Да, вот так всё просто. Но, соответственно, в прямо противоположных условиях, когда звезда будет находиться далеко от планеты и света будет не хватать, растения, чтобы выжить, начнут поглощать все три спектра фотонного излучения и будут казаться как раз-таки чёрными. Так как фотоны не будут отражаться от них и не достигнут поверхности нашего глаза. А чёрный – это и есть отсутствие цвета. Вот мы и подошли вплотную к разгадке тайны призрачной планеты Умбара. Ведь на ней и были созданы подобные условия, что и требовалось доказать. Но многим растениям стало не хватать света для формирования под действием его энергии органических веществ по типу глюкозы. Поэтому они нашли для себя более удобный способ их получения. Стали плотоядными. Конечно, растения и хищники встречаются и на нашей планете. Но, по крайней мере, все известные науки виды не достигают умбаранских размеров. Так как на нашей планете света более-менее, но даже в затемнённых участках хватает. Ещё одним феноменом большинства растений из мира теней является способность к биоиллюминации, а проще говоря, к свечению отдельных их участков. Возможно, таким образом растения приманивают к себе здешних насекомых для переопыления. А возможно, высвобождают таким образом избыток красного спектра фотонного излучения. Во всяком случае, с нашим вопросом мы разобрались. Вот так, в нашей вселенной ещё много чего есть прекрасного, интересного и неизученного. В своём видео я хотел приоткрыть для вас глаза на ещё одно чудо природы, замеченное мною. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ещё больше интересных теорий и тайн. Впереди нас ждёт ещё множество открытий. Субтитры подогнал «Симон»!